Одесситы встречают двух олимпийских чемпионок, которые в составе женской команды по фехтованию на саблях принесли Украине первую золотую медаль летних олимпийских игр в Париже. «Очень болели, смотрели олимпиаду, очень девочки показали высокий уровень. Мы надеемся, что на следующей олимпиаде наша сборная также принесёт много медалей». Олимпийскими чемпионками в командном туре по фехтованию на саблях стали Ольга Харлан, Алина Камощук, Елена Кровацкая и Юлия Бокастова. В финале спортсменки одержали победу над сборной Южной Кореи со счётом 45-42. «Мы поднимались постепенно, потому что были не в лучшей позиции на начале квалификации. И у нас был относительно удачный сезон. И мне было страшно, что это всё. Но был чемпионат Европы, мы сделали себе хорошую сетку. И был страх. Но неужели это всё? И чуть-чуть осталось. И так хотелось дожать. И у нас это получилось». Спустя неделю после победы, вернувшись домой, спортсменки говорят, поединок был сложным для всех. «Конечно, цель была показать своё фехтование и забрать золото. Серебро у нас было. А в тот раз мы вообще не попали на Олимпиаду. И был очень и очень сложный этап подготовки. Мы верили до последнего. И мы верили, что своё возьмём и привезём медаль домой». «У нас была очень хорошая команда, которая очень хорошо коммуницировала между собой. Мы очень часто меняли подготовку в зависимости от нашего состояния, скажем так. Мы сделали то, о чём мечтали. До сих пор у меня нет осознания, что это была Олимпиада. И мы выиграли. До сих пор его нет». Встретил чемпионок в Одессе и их тренер Александр Васютин. Он много лет тренировал спортсменок и верил в то, что они станут первыми. «Я знал, что они только будут первые. Я даже не думал, что они будут вторые. Эта уверенность у меня была. И перед Олимпиадой у нас было несколько встреч с разными СМИ. И я на всех это говорил, что я уверен, что не просто, что может быть. Я был уверен на 100%, что будет золото». В общем зачёте украинская сборная на летней Олимпиаде в Париже завоевала 12 медалей, три из них золотые. Кроме фехтовальщиц, медаль наивысшего номинала завоевали боксёр Александр Хижняк и прыгунья Ярослава Могучих. Богдан Максимец, Никита Бабенко из Одессы для телеканала Freedom. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.